Поскольку я платное программное обеспечение стараюсь не использовать, посмотрим, например, архиватор 7-Zip, как он у нас архивирует. Давайте еще раз про тестирование производительности, здесь тоже хорошо видно. Так, размер 32, меньше можно, ее версию уже не дает, сейчас дает. В общем, при 2 МБ обрабатываемых скорость у нас порядка 1000 МИПС, 1200, знаете, что такое МИПС? Был когда-то компьютер, принятый за единицу вычислительной мощности. Ну, если найдете в музее, то будет хорошо. Вот этот в 1000 раз быстрее. Если мы объемом обрабатываем информацию за пределы, к каждому 30% мы получили просадку. Возьмем больше, будет еще больше просадок. Вот это вот архиватор 7-Zip. Мы берем, предположим, те же самые мои сканы, добавим, добавить к архиву. Обратите внимание, такая галочка, шифровать имена файлов. Давайте сначала мы делаем без шифрования. Он шифрует или тот же шифрует? Вжимает и шифрует. Ну ладно. Он все делает. Пароль мы сделаем раз, два, три. Я вообще не горю желанием вводить длиннейший пароль. Что-то как-то махтарь. Вам понравилось вводить пароль? Ага. Сейчас, это быстро. О, вон он. Мираль. Архив 7-Zip. Вот мы открыли. Что мы видим? Имена файлов, находящихся в архиве. При попытке их извлечь. Ну, как-то. С нас захотят пароль. А я знаю. Вы не поверите, вы, наверное, все. А если зашифровать? А вот сейчас давайте зашифруем. Да. Делаем ровно то же самое, но с добавлением одной единственной галочки. Ну, понятно. Поехали. Теперь, когда мы захотим к нему войти, он будет. Казалось бы, мелочи ерунды. А, крептостойкость влияет существенно. Если мы знаем содержащуюся внутри информацию хотя бы частично, то очень сильно обличает звонок. Чего? Даже так? Даже так. Вы не знаете содержимого архива. Дальше. И только после этого... Теперь знаем. А теперь можно? Теперь можно. Без проблем. Круто. А, это и писать. Я думал, какой-нибудь непонятный серийный лист. Но вы же уже ввели пароль для доступа. Имеется в виду, что... Нет, шифровать имена в файл, это значит, имена будут нелегкие или нелегкие. Вам он просто не дает. Да? Ну, зачем вам это обракадок? Одно расстройство. Вот введите пароль, получится то, что оно... Все очень просто. Здоровится получше. Поскольку есть неизвестная информация из зашифрованных данных, где шифровка облегчается. Двое. Нет, миллионы, миллиардов раз. Филатически можно бы сгруппить. Ну, это будет невыгодная для вас сделка. А если только информация. Может, вы не знаете. Если бы мы были настоящим угловомошником, мы бы знали бы ее. Откуда? Если вы ее знаете, зачем вам это все нужно? Нет, мы знали, да, для чего она нам нужна. Ручение. Ну, да, согласен. Уже появился шанс сломать вашу руку. Паяльник самый надежный криптоанализатор.